А вон Серега уже едет. ПНД трубу везет. Мы сегодня тропинки будем делать. Короче мы начинаем делать дорожки. Купили лиственницу ангарскую. Купили короткими кусками метровыми. Из нее у нас был здесь деревянные дорожки. Снег хорошо что выпал. Мы грязь всю не таскаем в баню, в дом, потому что много носим. Он тоже ЦСП пацаны таскает постоянно. Но завалил дорожку. Но зато грунт не проморозился из-за того, что это все снегом укрыло. Продолжение следует... ПНДшку из кольца тяжело доставать. Мы ее сейчас по дороге раскатим. И уже когда раскатим, будем ее сюда затягивать просто ниткой грубо говоря. Серега, ты держи сейчас вот эту. Иди на ту сторону раскатывать будем. Вот эту вот держи только и все. Вот она не идет. А, она не идет, да? Еще и холодно видать из-за этого, да? Греть, думаешь, надо ее? А, она нет. А, такая. Ну сейчас подчиплю я не могу. Резиновая-то чем-то. 100 метров Я не знаю, сколько метров ее надо на первый участок дороги Пошли прямо Субтитры добавил DimaTorzok Вот, Лех, сюда надо Еще, еще, еще Вот эту сейчас здесь прикрутим, а дальше выравнивать начнем Такими же вон следующими Я пока так только вижу, я не знаю, как по-другому 760 Да не, нормально самое оно Я не знаю, что у вас мы вообще десятка делаем Нормально, нормально Сегодня снег нам нежданчики приносит с деревьев Только, короче, вот так вот наклонишься Тебе сугробик такой раз за шею Вообще бодрит здорово Мы сейчас по большому счету Я их хоть и видел в интернете уже много раз Как делают вот такие дорожки Но Последовательность Сейчас вот сами изобретаем Парням показываю, чтобы они дальше начинали делать ПНД трубу раскрутили А у нее все равно напряжение есть Мы ее раскрутили и зафиксировали немного вот такими вот упорами Сейчас мы же между этими упорами накидаем лиственничную доску Она ее как бы и раскрепит и прижмет Будем дальше смотреть, что делать Еще скобки сделали из шестой арматуры Посмотрим, может быть еще скобками придется забить Просверлили сначала 12-м сверлом под потай Чтобы соборез у нас туда заходил И дальше пятеркой сверлом Листвянку сейчас высверлю И вот этими вот досками Начало начнем Ну а дальше уже, я думаю, оно само как бы должно пойти Так, давай начнем вот прям вот отсюда В ту сторону сколько нужно прокидаем Это низ же? Ну пускай она внизу будет Ну ее выломить просто, да и все Так, нам Нам надо как-то делать, чтобы они у нас ровненько параллельно шли Они уходили Давай их выложим Побольше Побольше выложим, чтобы у нас край в сторону не начинал уходить Я еще смотрел, чтобы у нас вот между ПНДшками было расстояние где-то 700 примерно Чтобы она не прогибалась Чтобы достаточно было нагрузки А мы их прямо сейчас вот так вот давай Друг рядом с другом Расставим Посмотрим, чтобы они у нас ровно шли Посмотрим, какой зазор нам сделать Надо прокладку какую-то зазора сделать У пацанов он... Я видел, они что-то туда подставляли интересное Мы сейчас вот эти вот прикрутим А дальше начнем сдвигать Мы ее сдвинем Сейчас вот эти вот закрепим И направим в ту сторону, куда нам нужно Просто сейчас мы ее не сможем сдвинуть Пока Если мы ее начнем сдвигать У нас опять вот эти вот трубы в разные стороны начнут гулять И нам будет крайне неудобно Саморезы взял Нет, 5 на 50 6 на 50 6 на 50 саморезы взял для крепления В общем, я для террас и для дорожек взял лиственничную доску Здесь даже есть вот сучки шевелящиеся, живые такие Да хрен с ней, для дорожек она вообще нормально пойдет Мы из нее выбираем Я ее взял все, что было метровое Метровое было дешевле, что-то по 900, по-моему, чем-то рублей Взяли Двушки и трешки там еще были, но их меньше И вот пацаны сейчас из трешек порезали их пополам Сделали вот эту вот террасу, настелили Не стали делать на скрытый крепеж, сделали насквозь саморезами И из двушек оставались кусочки Мы их, получается, порезали И здесь вот так вот будет закрываться торец Я думаю, что прикольно должно смотреться И здесь терраса такая, и здесь терраса такая Мы делали у меня дома большую террасу около купели На террасную доску из лиственницы Вот которая с такими ребрениями-то идет Слушайте, ну ее лодочка все повыгибала Прям так нормально Из купели вылазишь, мокрый по ней вода вот эта вот все равно все растекается Вот в этих вот изгибах она держится Замерзает Как бы не понравилось мне вот для большой террасы Делать вот из той доски Поэтому взяли вот такую Мы, кстати, из этой же доски будем делать и пол в бане по-черному Она 28 миллиметров, ангарская лиственница Так, здесь работа идет Пойдемте посмотрим на бане по-черному Там осталось по большому счету Вот сейчас подойдем, посмотрим, пацаны конек делают Деревянный конь будет на бане Дранку докидали Но сейчас мы к бане подойдем Сначала пойдем посмотрим коня Обидно, капец как Сосенку сломала Вот эта вот сосенка вообще на крыше лежала На доме Снег очень мокрый шел И ее прям вот так вот согнуло и на дом положило А вот эта вот не выдержала Вовремя с нее снег не стряхнули Ее согнуло и отломило Я ее берег, берег Чтобы ничего с ней не было Ее прям вот обидно Вот конек, пацаны, сделали Из необрезной доски Мы необрезную доску сюда привозили Когда баню монтировали Сосновая необрезная доска Скрутили ее Просто Стянули Пацаны вон ее шлифанули И сейчас ее прям вот целиком поставим на кровлю Конек будет не металлический А вот такой вот как по старинке Деревянный конек Мне кажется должно зачетно получиться Ты ее саморезами стянул, да? Да, и на герметик еще А, и на герметик еще посадил Офигенно Пойдемте баню покажу По черному Что у нас там происходит А это вы с этой стороны с крыши снег скинули? Сдвинули, да? Да А я думал он так сдвинулся сам по дранке Колуны уже на месте Потому что Березовые дрова уже Немного запасли Ну и здесь просто вот ту березу Которую Валили И вон там вон соседнего участка Сосед тоже березу валил Вон у нас вон там вон еще есть Мы ее сразу же покололи Здесь сложили Под крышей Пускай она проветривается, сохнет Ну Березе надо год, чтобы стать сухой Как минимум год ей нужно, чтобы стать сухой На дранке У нас нормальный такой слой снега уже лежит Ну сейчас не проверить Насколько мы герметично, конечно, это все сделали Ну вроде здесь нигде ничего не подтекает Сейчас несколько дней Должно быть плюсовой температуры Я думаю, что у нас начнет Таять И посмотрим, будет протекать Не будет протекать Кстати, кто не знает Я правда говорил, наверное, уже Вот таких территорий, как здесь Вот мы сейчас делаем и доделываем Я хочу таких территорий открывать много по России В разных уголках России Чтобы люди могли куда-то приехать Отдохнуть Чтобы их банщики хорошие Попарили в бане Чтобы они попробовали баню по черному И вот таких вот территорий будет много по России Я об этом чуть-чуть заикался Но вот сейчас чуть больше скажу Но на свои деньги Я не осилю этого всего Столько, сколько я хочу У меня просто денег столько нету Поэтому к этому я буду привлекать Инвесторов, партнеров Которые хотели бы заходить в такие проекты Мы будем в разных городах открывать С партнерами С инвесторами Кому это интересно Я внизу почту свою оставлю Пишите туда Чтобы понимать Чтобы не просто так люди начали писать А что, сколько там денег нужно Я примерно цифры озвучу Цена вопроса начинается Как минимум от 10 миллионов рублей Чтобы вот создать вот такую вот территорию У меня у самого Вот на эту вот всю территорию Уходит где-то 10 миллионов 9-10 миллионов Тут еще будет зависеть от региона В разных регионах земля по-разному стоит У меня здесь земля только стоила Миллион двести Только одна земля Плюс коммуникации, строения, заборы До хрена всего Дорожки Вон на одну На одни только дорожки Купил этой ангарской лиственницы На 120 тысяч рублей Можно бы было сделать дешевле Из сосны, допустим Но ангарская лиственница Будет служить дольше, чем сосна И на сосне потом Больше денег потратим Вот она дранка У нас еще Дранка остается От кровли Несколько пачек Вот 4 пачки по-моему Осталось Нам хватит для того, чтобы Облицевать трубу Чтобы труба Вот не так вот просто Дощечками выглядела А мы ее также дранкой облицуем Здесь у нас Я сейчас на телефон подсниму Чтобы вам еще сверху было видно Вот Конечек Сюда сделаем Тот, который пацаны Вот сейчас он там В деревьях делают Красиво, да? Зимой в лесу Домик Банька Там сейчас доделаем Купели Это слив воды С купелей Это наш новый оператор Оксана, привет Вот Оксана рукой помахала И здесь выход в лес Чтобы можно было выйти В лес Погулять сначала Перебанькой Голову свою проветрить И потом в баню идти А вот он дымоход Про который я говорю Который мы тоже Зашьем Дранкой Но здесь особо Больше показывать нечего Ребят, кому нужна Дранка Я просто сам Дранку достаточно долго искал Покупал я ее У Олега Номер телефона Олега Я оставлю под видео Так что Кому нужна Дранка Обращайтесь к Олегу У него и сайтик Есть какой-то небольшой Ссылку на сайт По-моему у меня тоже есть Я оставлю ссылку на сайт Я оставлю номер телефона Олега Потому что Вот Дранка Из Осины Она Я просто еще находил Дранку из Лиственницы Дранка из Осины Стоит в три раза Дешевле Чем Дранка Из Лиственницы А по сроку службы Она не уступает Мне бы отсюда Не Керякнуться Мне нравится Что она Почернеет Потом вся И вот что Ваня такая темная Что крыша будет Прям такая Темная Темно-темно-серая Осина Она чернеет Сереет Только я представляю Сколько У нас мусора Осталось Под снегом Даже вот эта вот Драночка сейчас падает И когда здесь будет Снег сходить Мы будем прям вообще Собирать 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 Потому что в это время Здесь уже люди будут Сюда приходить И Чтобы мусора Они этот не видели Пойдемте Покажу Хотя мы Отдельную серию По Теплым полам Снимаем Как мы монтируем Теплые полы Прям там отдельная серия Сейчас просто Пока пробежимся Покажу Что там происходит Хотел в баню Уже пойти Здесь сначала покажу Костя вот сейчас Закапывает Здесь сделали Люк Не буду сейчас открывать На глину просто Залазить не хочется Здесь сделали люк У нас в этом люке Два крана Пятидесятая труба стоит Два крана С одной купели И с другой Трубы подведены Снизу купели И купели Немножко наклонены Чтобы у нас Вся вода Оттуда стекать могла Там стоит два крана Чтобы можно было Открыть Залезть Открыть краны И вода будет уходить Вот сюда Вот в этот Дренажный Колодец Это вот с купели У нас вся вода Туда уйдет Сейчас надо Вот этой вот террасой Начинать заниматься Сейчас пацаны Там закончат Террасу И перейдут Вот сюда Вот здесь террасу делать Пойдемте в баню Так Вот она баня Пацаны говорят Не снимай Говорит нас на камеру Мы говорит Стесняемся Вот они сейчас вышли Я снимать начинаю В общем Ну я уже Видео по Полу это говорил Сейчас быстренько скажу У нас здесь был Один контрбрусок И на нем Был накручен Гипсокартон Мы начали Подводить Все вот эти Трубы Разводки Воды Они получается У нас Были за бруском Брусок Проминал Вот эту вот Пароизоляцию Проминал Сюда Утеплитель А нам нужно Их еще Закрыть Утеплителем И не вмещалось Ничего Я пацанам сказал Снимайте нафиг Гипсокартон Добавляйте еще Один брусок Чтобы у нас Все трубы Прошли Чтобы в глаза Вот это вот Все не бросалось Не хотел я Чтобы открытые Трубы были У нас будет Вот просто Видите Выходы Воды И стены Но не будет Видимых Труб здесь И Обратно Они гипсокартон Сейчас нашивают Здесь будет Все В керамограните Керамогранит Уже привезли В доме он лежит В парном помещении Первый ряд ЦСП Бросили Бросили Точнее Установили Сливные трапы Здесь будет Два Сливных трапа У одного Выход 40 мм У второго Выход 40 мм Я думаю Что этого Нормально Достаточно Будет Я их Посередине Парного помещения Разместил Там уже Печка будет И как бы Вода которая Будет течь Она будет Сюда течь И Разуклонку Будет удобно Сделать Вот по углам Трапов С угла Помещения Будем выводить Уклон На угол Самого трапа Со всех углов Вот он Сюда подойдет Установили Каблучок Который В дальнейшем Будет керамогранитом Обшиваться Обошьем его Керамогранитом И керамогранит У нас будет Чуть глубже Чем Вот этот Первый ряд Липовой доски Чтоб когда мы Лили воду На липовую доску Она у нас Стекала На каблучок Из керамогранита Может быть Здесь еще Нащельничек Какой-то сделаем Посмотрим Так что у нас Прям такая Ванна Грубогая Получается Из керамогранита Здесь каблучок Керамогранит Здесь тоже Керамогранит Еще электрические Теплые полы О как будет Классно Так дальше Мы Проклеили Соединение Камофола Здесь на стенах Камофол Установлен Думайте Какую Сделать Пароизоляцию В парном Помещении Какую Фольгу Сделать Покупайте Камофол Вот Прям Камофол Ну Отличный Материал В общем Проклеили Камофол Скотчем И сейчас Сюда Нам просто Нужно Уже Верхнюю доску Нащельником Закрыть и Все Вот здесь Вот тоже Было Вот этой доски Не было Мы проклеили Доску Прикрутили Она еще Маслом Необработанная Поэтому Видите Она Светлая Такая С этой стороны Также Проклеили За печку Пока Не беремся Нам сначала Надо Керамогранит Весь Сделать У меня Здесь Наверное Многие Уже Обратили Внимание Что Нету Прихода Вентиляции Под печку У меня Здесь Вентиляция Будет Несколько Иным Образом Сделана Она Будет Приходить Не Под печку Но я В дальнейшем Покажу Как она Будет Приходить Так Здесь Один Саид Не стесняется Саид Говорит Бля Я Кинозвездой Хочу быть Все Могу Интервью Говорит Дожидать Не вопрос Вообще Короче Вот это Вот Электрический Теплый Пол По нему Я Снимал Снимаю Отдельное Видео По нему Прямо Будет Видео Делает Его Виктор В Челябинске Ну Можно Самодельный Электрический Пол Но Его Преимущество В том Почему Я его В особенности И делаю Что На обычный Электрический Теплый Пол Нельзя Ничего Ставить А то Он Перегорит Как бы Перегреется И перегорит А вот Этот Электрический Теплый Пол Не Перегорит Потому Что У него Внутри Вот Внутри Вот Этого Провода Идет 24 Тысячи Я Забыл Из чего Нитей И Я его даже Зажигалкой Жег Вот эту Верхнюю Оболочку Нифига Ничего С ней Не делается Витя Сказал Прям Супер Материал Я в этом Честно Не понимаю Но Доверился Вите Так как Давным Давно Я его Уже Знаю И Он Очень Давно Вот Этим Занимается Кстати Несколько Подписчиков Я знаю Что Уже Брали Вот Этот Вот Теплый Пол Монтировали Его Напишите Вот Кто Брал Монтировал Напишите В комментариях Как вам Вы его Уже Наверное Используете Я Только Сейчас До него Добрался Еще Будет Несколько Конвекторов Кому Нужно Нашим Зрителям Виктор Делает Офигенную Скидку Контакты На него Я тоже Оставлю Он Он Сам Может Подробно Рассказать Все Моменты По Полу Почему Они Такие Классные Но В отдельном Видео Это Тоже Будет Сюда Камеру Не Понесем Уже Сейчас Его Закрывать ЦСП Будут В туалете Тоже Сделали Но И здесь Саид Вы Вывел Термодатчик Это Здесь Термодатчик На Те Два Помещения Огонь И Здесь Термодатчик Будет Стоять Да Здесь Два Будет Термодатчика Стоять На Те Помещения И На Это Помещение Ну Отлично Пойдемте Дальше Делать Дорожки Это Мне Пускай Приезжает Сам Показывает Я Даже Он Мне Сейчас Показывает С Телефона Вот Пускай Мне Витя Приедет Все Сделает Потому Что Здесь Вот Эта Штука Через Wi-Fi Будет Управляться Но Для Нее Нужен Интернет У У Меня Здесь Интернета Еще Нет Чтобы Из Телефона Можно Было Регулировать Температуру Здесь В Бани Больше Меньше Ничего Не Перемерзло Я Плюс Минус На Батарейках Путаю Не То Что Вот Это Приложение Устанавливать Температуру Выставлять Пускай Витя Мне Все Это Рассказывает